Что такое традиционные ценности? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое ценности. К примеру, к таковым принято относить добро, истину и красоту. Что такое традиции? К примеру, война, эксплуатация, насилие, реализуемые через власть и для власти, являются довольно традиционным явлением. Далее разберемся с этим всем подробнее. Как понимали ценности раньше? В греческой философии, ценности атрибутивны, принадлежат тем или иным объектам. Тем самым ценности, отождествлялись с самим бытием, и находились в бытии. В средние века, понимание ценностей, стало приобретать религиозный характер. Природа ценностей находилась в Боге. В эпоху Возрождения, эпоху восхищения человеком, выдвигаются ценности гуманизма. В новое время, с развитием научных институтов, общественных преобразований, социально-политических и промышленных революций, по-новому обращаются к ценностям. Томас Гоббс понимает ценность как результата потребности, имеющую экономическую сущность. Спиноза доказывал, что ценности, благо, совершенство, справедливость, добро, красота и прочие, объективно не существуют. Никак качества, не сами по себе, а формируются полностью субъектом, составляя модусы мышления, поэтому они субъективны и соотносительны. Джон Лок также стоял на произвольности от субъекта нравственных норм, добавляя, что некоторые нормы устанавливаются по соглашению в обществе. Ценность выступает у него мерой товаров и связана с полезностью. Основанием ценности как стоимости является труд. Гегель делит ценности на утилитарные, относительные ценности и выступающие как товар, и связанные со свободой духа. Юм относит область ценностей к миру субъективного бытия идей и впечатлений разума. По мысли Эммануила Канта, характер ценностей обусловлен целями, которым они служат. Кант рассуждает о целесообразности ценностей, об объективности высших целей человеческого существования. Основы ценностей, по Канту, определяются волей субъекта, а критерием ценности выступает долг. В 60-е годы XIX века немецкий философ Герман Лотца связывает ценности с идеями благого, прекрасного, справедливого и других проявлений бытия, которые обращаются к нашим чувствам, которые не зависят от нашего произвола, всем этим обозначается эмоциональная связь человека с миром и проявление ценностей в мире идей. Были ли ценности одинаковы во все времена? Те или иные ценности, которые сегодня называют общечеловеческими и которые в той или иной форме присутствовали во все времена, не всегда идентично реализовывались на практике, а даже совсем различно. Другими словами, содержание этих ценностей различно от эпохи к эпохе и относительно конкретной исторической и классовой ситуации. Возьмем, к примеру, наиболее общее – добро. В каждый отдельный исторический период «добром» могло считаться разное, в том числе то, что в другое время или другим племенем или социальным классом клеймится как зло. К примеру, строгая социальная и политическая иерархия и абсолютное самодержавие ранее считалось богопомазанным добром, а сегодня притворение в жизнь такой власти считается вредным архаизмом. Но как ориентир, само понимание необходимости добра, как положительного действия во благо общества, будет всегда другое дело, что под общественным благом разные эпохи и разные классы понимают свое. Истина. Ранее она приписывалась религиозным институтом и придуманным богам, а сегодня, заявления в таком русле, антинаучны, и с истиной, ничего общего не имеют. Но безусловно, как ценность, истина остается и останется важным ориентиром. Истина, в жизни противоположна всяким догмам, консервативным представлениям. Красота, когда-то считалось красивым одно, сегодня другое, кроме того понимание красоты, может отличаться субъективно, у разных людей. Но общее стремление к прекрасному, красивому, конечно всегда будет, понятие красоты, полностью зависит от общества, в котором живет человек. С развитием общества, меняются, либо трансформируются имеющиеся ценности, так было всегда, и будет далее. Наибольший прогресс в трансформации ценности в гуманистическом духе, начался с эпохи Возрождения, и наиболее быстрый в этом плане 20 век. Чем ближе в истории к сегодняшнему дню, тем быстрее ценности трансформируются в более гуманистическом плане. Но прогрессивному движению гуманизации общества, пытаются противостоять правые идеологи, пытающиеся вернуть общество назад в прошлое, с безумной гомофобией. Предрассудками, допустимостью насилия и жестокости, архаичными традициями, и очевидными пережитками, стереотипами, несовместимыми с социальным прогрессом. Как сегодня принято рассматривать ценности? Существует метафизическое и материалистическое направление. Метафизическое, идеалистическое, направление. Основное значение, носит религиозная философия и неокантианство, феноменологии и прочее. Здесь ценности имеют идеальную природу, они абсолютны и независимы. В метафизике ценность рассматривается как вневременная и внепространственная объективная сущность, имеющая трансцендентальный характер и рациональное происхождение. Платон, Герман Лотца, Гугомин Стерберг, Макс Шилер, Николай Гартман, Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Николай Лоский, Семен Франк и другие. Ценности здесь обычно самостоятельные сущности, как в мире идей Платона. Религиозная философия. Ценность, это есть Бог, все, что обеспечивает путь к Богу, выступает ценностью. А это добродетели, ценности, добро, красота, истина, с особым вниманием к вере, церкви, послушании, ценности даны Богом. Они абсолютны и непререкаемы. Особенность религиозных ценностей, их иерархизированность. Россию, с момента принятия ею христианства, вплоть до 1917 года, можно назвать государством, с теократическими тенденциями. Здесь происходит обожествление царской власти. Власть государя, приобретает сакральный характер. Поэтому неудивительно, что современная РПЦ, заявляя о ценностях, приводит в первых рядах ценность государства и власти. В религиозной экзистенциальной философии отечественных представителей Николая Александровича Бердяева и Льва Исааковича VI отрицается общезначимость морали и ценностей. Бердяев утверждает индивидуальные моральные ценности, в ущерб общезначимым и общеобязательным. Шестов отрицает все общезначимые ценности, мораль, свобода, разум, общение. Все ценности ими заменяются Богом или становятся вторичными к Богу. Шестов пишет, всем можно пожертвовать, чтобы найти Бога. Единственное важное дело, Бердяев и Шестов, оставляют за поиском смысла жизни, поиска Бога. И ими создается единственная высшая ценность, позволяющая преодолеть зло и страдания, и это Бог. Неакантианство. К неакантианцам, прежде всего, относят Германа Когена, Пауля Натропа, Эрнста Кассерера, Маркбургская школа. Вильгельма, Виндельбанда, Генри Харикерта, Баденская, Фрайбургская школа. В понимании ценностей, они использовали понятие трансцендентности, долженствования, всеобщности, неизменности, дуализма действительного мира и мира ценностей. Ценности не обладают бытием, а стоят над бытием, над действительностью и историей, что значит непознаваемы, но могут представать человеку интуитивно. Социальные и культурные явления, неакантианцы, считают уникальными, изменчивыми и неопределенными, чем отрицают устойчивые закономерные связи. Ценности, образуют вечный трансцендентный мир, из которого исходит идея долженствования. Из абсолютных ценностей, люди, вырабатывают соответствующие ценностные установки и требования. Феноменология. Франц Брентана и Карл Штумпф, Эдмунд Гусерль, Мартин Хайдегер, Макс Шеллер. Здесь происходит редукция вещей к феноменам и вынесение за скобки обсуждения их реального статуса. Все может сводиться к акту переживания. Ценности не могут быть созданы или уничтожены и существуют независимо от чега-либо или кого-либо. Ценности не могут быть выражены логическим мышлением. Материалистическое направление. Ценности, продукт или источник человека и общества, либо природы. То есть ценности, имеют материальную зависимость и субъективную определенность. Можно выделить такие подходы в материалистическом направлении. Ценность рассматривается как продукт интеллектуально-психологических потребностей личности, формирующийся преимущественно под воздействием объективного биологического фактора. Георг Зиммель, Вильгельм Дильтий, Зигмунд Фрейд и другие. Ценность как социокультурный феномен, имманентно присущий развитию общественного бытия, выражающий направление его развития. Виссарион Григорьевич Белинский, Николай Гаврилович, Чернышевский и другие. Ценность как идеальный продукт материальных и духовных потребностей личности, формирующихся объективно под влиянием экономического фактора. Томас Гоббс, Джон Локк, Карл Маркс, Фридрих, Энгельс и другие. Психологизм в отношении ценностей развивал в своих работах Абрахама Маслоу. Он разработал пирамиду потребностей, в которой чем выше по иерархии пирамиды, тем более высокие потребности, которые достигаются при реализации более низких, базовых потребностей. Здесь ценности человека выражаются в потребностях, о характере и степени реализации, которых, можно говорить о наличии или недостатке самоактуализации личности, ее духовных качествах, его ценностной сфере. В то же время, Маслоу ограничивает применимость данной теории возрастными особенностями, когда те или иные значимые потребности реализуются или более всего актуализируются обычно только тогда, когда человек достигает определенного возраста. Так ценности здесь имеют временный и избирательный характер, определяющийся установками, выраженными в потребностях. Макс Вебер понимал ценности в позитивистском ключе, как то, что считается ценностью, оценивается как ценное, исходя из принятого ценностного масштаба. Но не трансцендентальным субъектом, как носителем всеобщего сознания, а историческими, существующими в определенное время и в определенном месте людьми. Марксистский подход Карл Маркс и Фридрих Энгельс дали толчок новому подходу к теории ценности. Главной их особенностью стал переход от идеалистического к материалистическому пониманию развития общества и в целом исторического процесса. Совокупность общественных связей и отношений всех социальных субъектов образует то или иное общество. Важнейшим содержанием общественного бытия людей является производство материальных благ, благодаря которому удовлетворяются их разнообразные материальные и другие потребности. Способ производства материальных благ обусловливает развитие социальной, политической и духовной жизни общества. Выведение ценностей в марксизме происходит не из природы, трансцендентных основ или же просто из самого человека, а из особенностей исторического бытия людей. Отказ от поисков абсолютных ценностей вытекает из диалектического подхода, когда все находится в становлении и развитии. Ценности исторически обусловлены и приходящи. Ценности существуют с человеком и развиваются им самим. Марксистский подход в исследовании ценностей в советской науке обозначился с середины 60-х, начало 70-х годов, разрабатывался Василием Петровичем Тугариновым, Владимиром Александровичем Василенко, Вячеславом Васильевичем Гречиным, Олегом Григорьевичем Дробницким, Моисеем Самойловичем, Каганом и другими. Тугаринов определял ценности как предметы, явления и их свойства, которые нужны, необходимы, полезны, приятны и прочее. Людям определенного общества или класса или отдельной личности, в качестве средств удовлетворения их потребностей и интересов, а также идеи и побуждения в качестве нормы, цели или идеала. Ценности, таким образом, имеют субъектно-объектную природу. Здесь особое внимание уделялось социальной природе ценностей, поскольку не только объект, но и субъект ценностного отношения рассматривался как продукт социально-исторического процесса. Классификация ценностей, приводимая Тугариновым, состоит из трех пунктов. Первый. Ценности жизни. Жизнь, смысл жизни, здоровье, общение с себе подобными, переживание радости, счастье, душевного комфорта и т.д. Второй. Ценности культуры. Они, в свою очередь, делятся на материальные, удовлетворение телесных потребностей, и духовные, удовлетворение потребностей духа, моральные, добро, эстетичные, прекрасные, философские, истина, ценности и т.д. Третий. Социально-политические ценности, общественный порядок, мир, безопасность, свобода, равенство, справедливость, человечность, социальная защищенность, занятость, гражданское общество, социальная революция, и т.д. В разные времена, все эти ценности, понимались, и реализовывались по-разному, постулировались всегда в пользу господствующего класса. Проблема ценности в марксизме. Это в значительной мере проблема отношения субъекта, человека, класса, народа, к объективным материальным и духовным результатам человеческого труда, исходя из исторически развившихся потребностей. Таким образом, понятие ценности в этом смысле, включает оценку субъектам общественных явлений, их объективного значения, в определенных исторических условиях. В ее содержании подчеркивается, что нужно, полезно, важно и необходимо, для дальнейшего развития человека. Марксисты, рассматривая ценности, говорят о их динамичности и зависимости от конкретно исторического контекста. Ценности следствия общественных отношений, а не причина. Что такое традиционные ценности? Существуют ли они? Традиции, система норм, представлений, правил и образцов, свойственные конкретному историческому, культурному и социальному слою. Так в определенные периоды истории доминировали свои традиции и ценности, например для древнего мира, были свои традиционные ценности, для средневекового свои. Они передавались из поколения в поколение, в рамках данных эпох. Со временем, с ускорением времени, предыдущие традиционные ценности, низвергались все чаще и чаще. В новейшее время, и в современности, ценности так быстро прогрессировали, что не спровержение предыдущих ценностей, что не успевали передаться следующему поколению. Соответственно, в отличие от долгого древнего мира, и продолжительных средних веков, в новое и новейшее время, традиционные ценности исчезают окончательно. На смену религиозным и эксплуататорским традиционным ценностям приходит гуманизм, прогресс и связанные с ними ценности. Для консерваторов, реакционеров и представителей метафизики, традиции неизменны, и должны сохраняться максимально аутентично, насколько возможно, или, по крайней мере, напоминать, архаичные традиции. Их догматичность может доходить до абсурда. У них, ценности неизменны и независимы от общества. Для марксистов, традиции не являются неизменными, они трансформируются вместе с развитием общества. Так и ценности меняются вместе с развитием общества. Реакционные идеологи, для оправдания и защиты своей политики, придумывают эклектичные традиционные ценности, которые должны противостоять эмансипации, изменению и замене устаревших социально-экономических отношений. В России президентом в 2022 году подписан указ, определяющий некие традиционные российские, духовно-нравственные ценности. Как ни странно, представленные с националистическим посылом, ценности, определяя глубоко русскими, имеющими национальный характер. Здесь, защитниками, часто может употребляться антинаучное метафизическое понятие, менталитет. Как будто представители других народов, эти ценности не могут иметь. В указе приводится такое определение. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны. Укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. Определение основывается на представлении о неизменности, абсолютности и национальности неких ценностей. О каких таких ценностях, передаваемых из поколения в поколение, идет речь? Всегда ли ценности российского общества в разные исторические периоды были тождественны? Далее указ приводит список традиционных ценностей. Жизнь, достоинства, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд. Приоритет духовного над материальным – гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Здесь видим чистую эклектику, отрицание относительности и абсолютную размытость списка. Разберем, являются ли традиционными перечисленные ценности. Жизнь. Была ли жизнь традиционной ценностью, в разные исторические времена? Безусловно, жизнь для любого человека и живого существа всех времен, была и будет ценностью. Впрочем, РПЦ и некоторые консерваторы, сетуют на то, что для людей ценность собственной жизни – важнее возможности умереть за яхты олигархов. Чем глубже мы погружаемся в историю человечества, тем меньше мы видим ценность человеческой жизни, а жизнь людей, из некоторых слоев общества, совсем не имела ценности, или, по крайней мере, низко ценилась. А если говорить шире о жизни? О ценности жизни животных и так далее? А если подумать об идеологии и пропаганде реакционных режимов, которые требуют жертвовать жизнью во имя Бога, царя, хозяина, во имя материальных и нематериальных, абстрактных сущностей? Мы видим, что полноценно ценность жизни появилась лишь совсем недавно. Традиционно ценилась лишь жизнь некой элиты, небольшой части богопомазанных и аристократов, да и то не факт. Жизнь по-настоящему стала ценностью только в XX веке, с развитием либерализма, а затем более полноценно, в марксистской философии. Никогда как сегодня, жизнь не представляла такой ценности. Для современных реакционных идеологов, ценность жизни, выражается лишь как ценность, как ресурса, как средство для эксплуатации, а не сама по себе жизнь. А война, промышленное убийство людей, сегодня не просто стала допустимым способом решения проблем, в речах идеологов нашего режима, но и постулируется как ценность. Достоинство. Изначально представление о достоинстве было связано с социальным статусом и относилось к высшему, правящему классу. Низшие классы не имели достоинства. Сегодня под достоинством понимается самоуважение человека, человеческой личности, уважительное отношение к нему, достойное. Тут опять видим, что для всех ценность достоинства, официально распространилась, только после революции нового времени. Естественно, всегда и всем хотелось уважительного отношения друг к другу. Только вот в истории высшие классы, как правило, отказывали в достоинстве низшим классам. Низший класс для высших, всегда был чернью, чем-то низким, холопами, слугами, рабами, где же тут достоинства. Опять видим, что достоинство для всех – далеко не традиционная ценность. Права и свобода человека. Ценности права и свободы человека родились с появлением либерализма, а затем более полноценно – в марксистской философии. А как известно, современная государственная пропаганда в России, пытается всячески отрицать либерализм, и тем более марксизм. Опора на древность и царские времена России, есть отрицание прав и свобод человека. Уж никак к традиционным ценностям, нельзя отнести права и свободы человека, скорее это явление нового и новейшего времени, часть так называемого модерна, который так ненавидят консерваторы и любители старины. Патриотизм. Патриотизм – пропагандистское понятие, тесно связанное с развитием государства и появлением понятия нация, а именно с капитализмом. С преодолением человечеством капитализма, с наступлением глобального коммунизма, исчезнет и патриотизм в его классическом понимании. До появления капитализма не существовало и патриотизма, в классическом понимании понятие патриотизма, появилось с зарождением капитализма. С появлением современного государства, где патриотизм, есть метод манипулирования массами, для защиты государственных интересов. Ценность патриотизма не является традиционной в истории, а есть детище нового и новейшего времени. Гражданственность. Связана опять же с появлением либерализма. Гражданственность – степень осознания себя гражданином своей страны и соответствующая этому поведение, готовность личности активно содействовать процветанию общества. Для всего этого, гражданин, должен обладать рядом прав и свобод, иметь возможность участвовать в государственном управлении. Так, при феодализме, население страны было лишь поданными, не принимающими участие в решении вопросов государственного управления, а если имели, то очень ограниченное. Ранее традиционно были послушные поданные, лишь в новое время появляется гражданин. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Опять же недавнее приобретение, связанное с зарождением капитализма. Нужно понимать, что значит служение Отечеству для народа, а что служение Отечеству – для высшего класса, наделенного властью, а они отнюдь не тождественны. Идеологи солидаризма используют наряду с понятием Отечества, понятие Родины, страны и государства, отождествляя их. Разберем понятие. Страна – территория, имеющая границу некоего государства. Государство – политическое устройство общества на определенной территории, форма власти. Отечество – эмоциональное понятие, связанное с пропагандой и с понятиями патриотизма, государства и страны. Родина – место рождения человека, его происхождение, нахождение. По сравнению с предыдущими понятиями, более широкое. Родина может и не связана с предыдущими понятиями, консерваторами же полностью отождествляется с ними. Родина скорее эмоциональное отношение к месту, где родился, вырос, а для некоторых достаточно того, что жил где-то какое-то время. Насчет служения и ответственности, то для какого класса, перед каким классом, в чьих интересах, для развития и интернационального единства, либо для пустой гордости и величия, в интересах правящего класса и политического режима. Высокие нравственные идеалы. Наиболее расплывчатое словосочетание. Высокие нравственные идеалы, для каждого времени и для каждого класса, имели свои особенности. Есть наиболее общие, характерные для всех обществ, к примеру, честность, достоинство, справедливость, искренность, верность, ответственность, целеустремленность, доброта, благодарность, любовь и т.д. К сожалению, сегодня у нас, ура-патриотическая пропаганда, распространяет конспирологию и ненависть, национальную, сексуальную, к свободе и правам человека, и т.д. Что отнюдь не является высокими нравственными идеалами. Высокие нравственные идеалы, необходимы для человека любого общества, и их качество, зависит от общества. В обществе, где господствует мракобесие, эксплуатация и обращение к неким древним традиционным ценностям, ни о каких реальных высоких нравственных идеалах не идет речи, здесь воспитывается лишь лицемерие, и угодничество. Догматизм и преклонение перед отжившими традициями, а нравственность и мораль, лишь пустое морализаторство, никак не связаны с реальной жизнью, показной пафос для манипулирования массами. Крепкая семья. Что это такое? Когда запрещены разводы? Что под этим подразумевается? Традиционная семья? Средневековая многопоколенная многодетная семья с домостроем? Семья времен выживания, когда большая часть детей умирала? Как рыбке нужно рожать? Для чего? В указе раскрывается сохранение института брака и многодетность. Институт брака, прежде всего, связан с собственностью, с господствующими общественными отношениями, отношением к собственности, когда все это меняется, меняется, и институт брака. Многодетность свойственна для архаичных обществ, где люди пытаются выжить. Сегодня мы приходим к этапу человеческой истории, когда не нужно выживать, а необходимо качественное развитие человека и общества, где нет необходимости архаичной пропаганды многодетности. В современном понимании, под крепкой семьей, можно подразумевать финансово и психологически благополучную семью, и не важно с каким количеством детей, здесь важно не количество, а качество. Качество уходит из поля зрения консерваторов, качество заменяется ими архаичными представлениями, устаревшими традициями и обычаями. Ведь для них человек и семья – лишь ресурс, средство для своих целей, рабочая сила, пушечное мясо, обслуга, рабы. Созидательный труд. Единственная ценность из века в век, скажем, даже традиционная. Так как без созидательного труда не появился бы человек. Но какой созидательный труд предлагает современный капиталистический режим в России? Рабскую работу на капиталиста? Отчужденный труд? Пустая, ненужная и вредная для общества работа, впаривание ненужного товара и вредных потребностей, алкоголь, табака и других наркотиков, лейблов и спекуляции? Может быть, консерваторы считают стражу и карателей созидательным трудом? Другие нации, согласно представлениям создателей указа, не обладают способностью к созидательному труду? Для консерваторов, созидательный труд, есть рабская работа, услужение господствующему классу, а не творческий и созидательный труд. Для консерваторов созидание – это сохранение пережитков истории, работа на консервацию политического режима и сохранение эксплуатации. Это далеко не созидание, а наоборот, консервация и удержание от общественного развития и прогресса. Тогда как созидание связано с преобразованием действительности, ее изменениям и прогрессивным движением. Приоритет духовного, над материальным. Питаться солнечным светом, встроить в клетки кожи человека возможность фотосинтеза? Ах да, смиряйтесь рабы Божьи перед властителями, господами, молитесь, и не возжелайте того, что могут позволить, только богатые этого мира, а именно материальные блага, нормальное питание и прочее. Элиты такого общества, конечно, будут и дальше ставить себе материальные блага выше духовных, хотя на словах усиленно проповедовать обратное. Самая достойная ценность для средневековья, и то не для всех, а только для поданных, крепостных и рабов. Поданным здесь приписан аскетизм, о властвующем почет и наслаждение благами. Конечно же, куда без метафизического источника этой ценности, а именно, их ключевой идеи, о первичности духа, идеи, мысли, волшебства и магии над материей. Здесь мысли определяют жизнь, а не жизнь мысли, это есть определение волшебства, идеалистической философии и религиозного сознания. Проблема в том, что без удовлетворения базовых материальных условий, ни о каких духовных потребностях, не может идти и речи, по крайней мере, в большинстве случаев. Гуманизм. Это система построения общества, где высшей ценностью является жизнь человека, а все материальные и нематериальные ресурсы, направлены на то, чтобы сделать эту жизнь максимально комфортной и безопасной. Прогрессивная жизненная позиция, которая без помощи веры в сверхъестественное, утверждает нашу способность и обязанность вести этический образ жизни в целях самореализации и в стремлении принести большее благо человечеству. Демократическая, этическая жизненная позиция, утверждающая, что человеческие существа имеют право и обязанность определять смысл и форму своей жизни. Гуманизм призывает к построению более гуманного общества посредством этики, основанной на человеческих и других естественных ценностях, в духе разума и свободного поиска за счет использования человеческих способностей. Гуманизм не теистичен и не принимает сверхъестественное видение реального мира. Гуманистические идеи, как система взглядов, зародились в 14-15 веках, получив значительное распространение и развитие в эпоху Возрождения и ходе буржуазных революций 17-го. Начало 20-го века, в борьбе прогрессивных сил, против феодально-сословного угнетения и духовной диктатуры церкви, а затем развитой в марксизме. Гуманизм, скорее нетрадиционное явление для истории человечества. Гуманизм всегда боролся с отжившими традициями, с устаревшими представлениями консерваторов, с целью очеловечивания жизни. Церковь же всегда боролась против гуманизма, определяя подчиненное положение человека, некоему богу и или земному властителю. Консерваторы, в том числе, которые вписывали эту ценность в указ президента, всеми силами, на практике, хотят минимизировать гуманизм или извратить его, скрестив с теологией и диктатурой господствующего класса. Тем более гуманизм не является лишь русской особенной ценностью. Гуманизм интернационален и является прогрессивным развитием морали и нравственности для всего человечества. Милосердие. Готовность помочь кому-нибудь, или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия. Ценность позитивного понимания понятия милосердия, не свойственна исключительно российскому обществу, а наоборот принадлежит всем обществам. К так называемым общественным традиционным ценностям, милосердие нельзя относить, так как это скорее нравственность, относительность личным ценностям. К тому же, милосердие традиционно ранее, была всегда лишь милостью, снисхождением властьимущих, аристократии, к своим поданным. Видимо последнюю напускную и показную милость пропагандируют сегодня. К примеру, ту же благотворительность, как способ защиты и оправдания неравенства и эксплуатации, через ничтожные подачки. Властьимущие и религия, ничего не делают, чтобы искоренить саму систему, в которой органично существует бедность, нищенство одних, и доходящее до абсурда богатство меньшинства. Справедливость. Понятие о должном, содержащее в себе требования соответствия деяния и воздаяния, в частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания. Консерваторы добавят и обязательное соответствие социальной иерархии, роли различных социальных слоев, закрепленный статус для групп и индивидов, в жизни общества, их социальное положение в нем. Другими словами, для эксплуататорского общества, справедливость выражается в сословности, кастовости, классовости общества. Как говорится, справедливость у всех своя. Коллективизм. Главенство интересов коллектива или группы, общества, государства, нации или класса, над интересами личности, признание приоритета общественного блага, над личным, добровольное подчинение своих интересов, интересам общества. К примеру, в социалистическом обществе, коллективизм, выражается признание приоритета общественного блага, над личным, когда общественное благо, принадлежит обществу. В капиталистическом обществе, коллективизм, это приоритет государства, благо капиталистов, над личным благом. При капитализме, коллективизм, превращается в фашизм. Взаимопомощь и взаимоуважение. Никак не связаны только с русским обществом, можно отнести к любому человеку, любого общества. Только при капитализме, вы не увидите адекватную взаимопомощь между представителями разных классов. Так, капиталист не очень озабочен помощью эксплуатируемым, скорее последних воспринимает как средство собственного обогащения, а если эксплуатируемый перестанет приносить прибыль, его просто увольняют. Ценность взаимопомощи и взаимоуважения, скорее не традиционная ценность, а в истории, традиционно свойственно только внутри классов, но не между классами. Правящие классы, не очень-то уважительно относились к низшим, а помощь лишь выражалась в подачке, на какой-либо праздник, и то не всегда. Историческая память и преемственность поколений. Данное словосочетание используется солидаристами и корпоративистами консервативного и фашистующего толка для создания картины мира о неком классовом единстве и сохранении устаревших традиций. Особенно касающихся традиций ранга и подчинения вышестоящим слоям аристократии и элите. Вся власть от Бога. Искажение истории со стороны буржуазного режима, начиная с 90-х годов, продолжается и сегодня, как через образование, так и через культуру. Преемственность происходит обычно в самых реакционных примерах. В отношении освободительной борьбы и революций сочиняются различные конспирологические опусы. В отношении ряда исторических персон происходит умолчание и искажение биографии и деятельности, взять хотя бы того же идеолога русского фашизма и коллаборациониста Ивана Ильина, различных представителей белофашистского антисоветского движения. Ценностью для буржуазной власти уже точно не является историческая память. Единство народов России. Единство было отмечено только один раз в истории, а именно в советское время, но затем, вместе с контрреволюцией, единство вновь, как и в царской России, распалось. Как известно, при капитализме, каждый сам за себя. Сегодня заявление о единстве народов, довольно странно слышать, особенно когда популярна антимигрантская пропаганда, идет война против соседнего народа. Сегодня, когда каждый буржуазный строй превозносит свою национальность, считая только самого себя самым лучшим и важным. Для чего указ о традиционных ценностях? Об этом сказано. Способствует повышению сплоченности российского общества, осознанию гражданами необходимости сохранения и укрепления традиционных ценностей в условиях глобального цивилизационного и ценностного кризиса, ведущего к утрате человечеством традиционных духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов. Другими словами, сплочение вокруг политики действующей власти и сложившейся с 90-х годов капиталистической системы в России, с подчеркиванием националистического акцента. Говорится о утрате архаичных традиционных принципов, что, конечно же, разрушает гнилой авторитарный режим любителей олигархата и монархии. Далее говорится, Российская Федерация рассматривает традиционные ценности как основу российского общества. Другими словами, без этих ценностей не существует российского общества. Мы видим явные метафизические представления о первичности ценностей над бытием. Влияние социально-экономических общественных отношений на понимание ценностей здесь отрицается. Отрицается отличие ценностей языческой Руси, царской России, советской России и современной капиталистической России. В тексте указа мы можем встретить понятие традиционных общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей. Что это такое? Под классическими общечеловеческими ценностями, развивавшимися на протяжении истории, приобретающими все более новое содержание и раскрытие, правые идеологи подразумевают их урезанную до архаичного содержания версию. Если, к примеру, любовь, то патриархальную, связанную с жестокими законами выживания в прошлые древние эпохи, где подразумеваются жестко зависимые эксплуататорские отношения, чисто для продолжения рода. Человек здесь еще не есть полноценная личность, а скорее животное рожденное, по их мнению, лишь для размножения и подчинения сильному. Современные общечеловеческие ценности, далеко не традиционные, они начали появляться при капитализме в новейшее время. И появлялись в противовес традиционным и национальным. Практика показывает, там, где в обществе господствуют, в том числе с помощью силы государства, так называемые традиционные ценности, такие общества в социальном и культурном плане наиболее архаичны. В таких обществах сильнее выражены антигуманистические практики, насилие, жестокость и преступления, несмотря на жестокие наказания за последнее. Так, практика показывает, что так называемые традиционные ценности не решают никаких общественных проблем, а наоборот только усугубляют ситуацию, пробуждая самые темные. Отсталые и извращенные для сегодняшнего дня отношения, сексуальное насилие, ранние браки, отсутствие прав у женщин, трудовое и кредитное рабство, прочее и прочее. Итак, напомним, что в действительности было традиционно, и что было в том числе частью ценностей ранее, то есть, если обобщить и представить на практике традиционные ценности, что было это на практике. Смерть, есть традиция для всех религий, ей поклоняются, ее восхваляют и ее ждут, ради смерти живут. Смерть в религии сверхидея и сверхценность. Война, традиционное явление в истории, особенно характерно как ценность для консервативной, монархической аудитории. Консерваторы записывают явление войны, в природу человека, чуть не прописанную в ДНК. Проституция и педофилия – традиционное явление для всех антагонистических обществ, как рабовладельческих, так феодальных и капиталистических. Даже церковь наряду с осуждением, сохраняла проституцию, как неизбежное зло. Педофилия – особенно характерна традициям ранних браков и для служителей церкви. Насилие – традиция традиционных обществ, традиция, приходящая из поколения в поколение, в антагонистических обществах. Домашнее насилие – традиция традиционных обществ, с господством религии и прочих архаических традиций, тот же домострой. Наказание – традиционный способ купировать отклоняющиеся и несоответствующие власти поведение, и, что важнее, традиционный способ решения почти любых проблем. Проблема простого наказания в том, что оно не искореняет причины, не борется с причинами, а скорее представляет из себя признание бессилия традиционных способов перед теми или иными проблемами. Диктатура элиты, абсолютная монархия, олигархия, авторитаризм, власть аристократии, традиция всех предшествующих и современных антагонистических обществ. На фото фашистский генерал Аугусто Пиночет, который в почете среди капиталистов, консерваторов, традиционалистов и любителей величия, поднимания с колен. Если говорить о ценности любви, то под ней в христианстве понимают прежде всего любовь к Богу в рамках патриархата. Где насилие в любви, есть норма, которая исходит из-за иерархии, как между Богом и человеком, так и между царем и поданными, так и между мужчиной и женщиной. Консерваторы ратуют за возрождение старых ценностей, которые они называют традиционными ценностями, а именно, насилие, война, смерть, проституция, диктатура элиты, рабство и иерархия, покорность. Для марксистов, и вообще для науки, традиционных ценностей, сегодня не существует. Все, что ими называется, есть лишь консервативная пропаганда, для подчинения масс. Выводы. Первый. Социально-историческое бытие определяет ценности. Каждому историческому периоду и или соответствующей господствующей социальной системе соответствует свое понимание ценностей. Каждому отдельному общественному классу могут свойственны свои собственные ценности в тот или иной исторический период. Второй. Традиционные ценности – это пропагандистское понятие реакционных политических режимов, имеющие эклектический антинаучный характер. Третий. В России сегодня прослеживается тенденция искусственной фундаментализации, через навязанное возрождение религиозных ценностей и постулирование традиционных ценностей. Как желание действующей власти сохранить свое господство и капиталистические отношения. Конец.